Гансблюер или Гансбюхер на рубеже 19-20 веков в научных взглядах на мужскую гомосексуальность наметился поворот от осуждения садомии с мурально-нравственных и религиозных позиций к стремлению понять глубинные психологические причины однопола любви. Прогрессивные философы и сексологи того времени считали гомосексуалов либо мужчинами с задержками психического развития Фрейд, либо представителями третьего пола, обладающими женской душой в мужском теле Хиршвельд, немецкий философ Гансблюхер полагал, что мужские однополые связи являются краеугольным камнем человеческой цивилизации. В начале 20 века сочинения Гансблюхера шокировали консервативную Германию эпохи императора Вильгельма. Опираясь на широкий спектр популярных идей своего времени, от психоанализа до евгеники, Блюхер выдвинул тезис о том, что государство и культура возникли благодаря влечению мужчин друг к другу, а гомосексуальные отношения являются высшим проявлением этого влечения. Молодые немцы рубежа веков не понимали, не принимали такие ценности поколения своих отцов, как слепое поклонение материальному успеху, преданность монарху и религиозным традициям, власть привычки в быту и ханжескую сексуальную мораль. Первый и второй том истории «Перелетных птиц» вышли в 12-13 годах и сразу произвели эффект разорвавшейся бомбы. Бросая вызов гомофобии бытовавшей консервативной Германии Вильгельма II, автор не стал скрывать, что внутри движения связи между молодыми людьми имели не только дружеский и платонический характер. Вспоминая свою юность в Штеглицкой гимназии, Блюхер вспоминал, что сексуальные контакты между одногодками-гимназистами были там обычным явлением. Развивая мысли об эротическом начале в молодежных движениях, Блюхер утверждал, что в основе любого общества и культуры лежат в связи между мужчинами, отношения мужчины и женщины напротив, служат лишь продолжению рода и не имеют никакого значения для формирования и развития цивилизации. Гомосексуальные наклонности являются не аномалией, а скорее выступают наивысшим проявлением мужской солидарности, лежащей в основе всякого общественного развития. Отстаивание идей о силе и характере мужского братства не могло не повлиять на дальнейшее развитие общественно-политических представлений Блюхера. В 20-е годы он постепенно отдаляется от демократических и социалистических идей, которых придерживался в молодости и все более открыто склоняется в сторону консервативных, националистических и женоненавистнических взглядов. Учитывая, что свое первоочередное внимание Блюхер уделял проблематике мужского эреса, может показаться естественным его отвращение к набиравшему силу феминистскому движению, а также презрение к евреям, которые, по мнению Блюхера, своей кровью отравляют мужское единство.